В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Президент страны Владимир Путин посетил Рязань. Он провел совещание по вопросам легкой промышленности и дал ряд поручений Николаю Любимову. Молочные реки, зловонные берега, Тырновский молочный комбинат сбрасывает стоки в Аку, минуя очистные сооружения. В Касимове крупный пожар, едва не сгорел целый квартал. Первые итоги уборки зерновых. Более миллиона тонн зерна намолотили рязанские хлеборобы. И так свершилось. Президент страны Владимир Путин посетил Рязань. В четверг в рамках совещания по вопросам легкой промышленности страны он посетил кожевенный завод. Президенту показали, как производят кожу для его нового лимузина, подарили футболку с надписью «Путин», а также предложили оставить автограф прямо на выделке из кожи. Свой визит в Рязанскую область Владимир Путин начал именно с осмотра цехов завода. Президент побывал на производстве и успел пообщаться с сотрудниками предприятия. Главе государства показали различные цеха, в том числе автомобильных и авиационных кож, где Путин осмотрел салон автомобиля УАЗ «Патриот» и новое кресло для самолетов. После экскурсии по заводу Путин осмотрел стенд Минпромторга, где представители различных компаний продемонстрировали главе государства свою продукцию. Обувь для спецназа, спецодежду, спортивные комплекты, детскую обувь и школьную одежду. После экскурсии президент провел совещание по развитию легкой промышленности в стране. Путин отметил, что вопросов и проблем в отрасли очень много. Особо президент остановился на проблеме контрафакта и контрабанды, которые, по его словам, не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью граждан. Подчеркну, контрафакт и контрабанда фактически девальвируют, обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле. Мне, кстати говоря, было все-таки приятно услышать сегодня, что намеченные нами в правительстве меры по поддержке отрасли все-таки срабатывают. И это видно на примере конкретных предприятий. Но они работали бы еще гораздо более эффективно, если бы не было тех негативных явлений, о которых я уже сказал, контрафакты и незаконного завода на нашу территорию иностранной продукции. Именно в зачистке рынка от сомнительной продукции заключен, на мой взгляд, важнейший ресурс для развития легкой промышленности. И давайте вместе подумаем над тем, что нужно сделать дополнительно по этому направлению. Еще один вопрос, на котором хотел бы остановиться, сегодня отдельно касается поставок сырья на отечественные предприятия. Насколько знаю, на внутреннем рынке наблюдается дефицит натуральных волокон и материалов, а их качество зачастую отстает от уровня переработки. Вот сегодня тоже об этом говорили, да? Здесь нужны гибкие решения, которые будут стимулировать собственные производства сырья и в то же время позволят закрыть текущие потребности переработчиков. В этой связи предлагаю обсудить запуск отдельной подпрограммы в госпрограмме сельского хозяйства. Еще один важный вопрос – вопрос кадров. Президент отметил, что в целом в легкой промышленности зарплата недостаточно привлекательна для молодых специалистов. Нужно внимательно проанализировать эту ситуацию. Будущие кадры должны обучаться там, где есть практика, где можно применить получаемые знания. В том числе предлагаю рассмотреть возможность открытия профильных кафедр при ведущих предприятиях отрасли. Подводя итог совещания, президент отметил, что в целом в легкой промышленности наблюдается рост 6% за первое полугодие. По словам Владимира Путина, это очень хорошие показатели. После экскурсии Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона Николаем Любимовым. В Рио губернатор Рязанской области доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Глава региона рассказал о проделанной работе, а также отчитался о помощи дольщикам. По его словам, за последние три месяца из порядка трех тысяч проблемных договоров долевого строительства неразрешенными остались около тысячи. Также Николай Любимов рассказал президенту о своих планах сделать Рязань цифровым регионом. Реально то, что может Рязанскую область продвинуть очень сильно вперед. Мы сейчас собираемся создавать инновационный научно-технический центр на базе, во-первых, оборудовательных наших учреждений и наших предприятий, особенно оборудовательных промышленностей, плюс малое предпринимательство, эту орбиту тоже включаем. Тогда это нам позволит участвовать в федеральных программах, соответствующих очень хорошие условия. В свою очередь, Владимир Путин открыл знаменитую зеленую папку. В ней вопросы и обращение к прямой линии президента. Но особое внимание ситуации, на которую ему пожаловался один из пациентов Касимовской ЦРБ. По его словам, пациенты за свои средства покупают не только медикаменты, но и расходные материалы, включая бинты и зеленку. Центральная больница города Касимово. Пациенты покупают сами не только все медикаменты, но и такие мелочи, как ватные диски, зеленку, йод, ватные птички, бинты, средства для роста. Это пустимые вещи. Я спрашиваю на это самым внимательным образом, как можно быстрее. На проблему уже на следующий день обратили внимание следователи. Организованы доследственные проверки о деятельности должностных лиц, будет дана объективная правовая оценка. Кроме того, в интернете размещена информация о том, что родителям трех тяжелобольных девочек Министерство здравоохранения Рязанской области отказывало в предоставлении жизненно необходимого лекарства, в связи с чем они вынуждены добиваться обеспечения лекарственным препаратом через суд. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, сообщает портал регионального следственного комитета. В Рязанской области едва не сгорел целый квартал. Крупный пожар произошел в Касимове. Пожарным удалось отстоять два многоквартирных дома. Еще два дома уничтожены огнем полностью. Практически полностью по улице Крылова 13 пострадали все квартиры, а по улице 14 в целом только второй этаж. На первом этаже четыре квартиры частично были пролиты. Усилиями пожарно-спасательных подразделений, а также добровольной пожарной охраны не допустили распространение огня на общежитие, которое находилось рядом. Привлекались также подразделения соседних районов, Касимовский район, Клепяковский район. И также были подразделения Пож-Леса. В целом к нуля часам была создана группировка, которая позволила локализовать и в дальнейшем экифидировать пожары. Сообщение о возгорании на улице Крылова в Касимове поступило дежурным в половину первого ночи. Горели два двухэтажных многоквартирных дома, предназначенных к сносу. Огонь уже перекинулся на крыши соседних жилых домов. Жильцов этих домов, а также соседнего общежития и дома ветеранов сразу же эвакуировали. Всего пожарные вывели 29 человек, в том числе семеро детей. С огнем боролись 90 человек, 60 пожарных и 30 добровольцев. На пожар выезжали 17 пожарных автомобилей. Около трех часов ночи пожар был полностью ликвидирован. Жителям домов, пострадавших при пожаре, уже выдано 700 тысяч рублей. Очередные нарушения в работе предприятия выявила природоохранная прокуратура. На этот раз прокуроры посетили Тырновский молочный комбинат. Выездная плановая прокурорская проверка на этот раз прошла в сфере водоохранных зон. В частности, прокуроры обследовали прибрежную часть оки и режим ее использования. Одно из нарушений – незаконное перемещение полдородного слоя почвы для оборудования подъезда к реке. Но особое внимание к деятельности Тырновского молочного комбината. Эту картину можно было бы смело назвать. Молочные реки, но не кисельные, а зловонные берега. Вода мутная, ощущается органолептический, очень неприятный запах отходов. Был обследован ручей без названия, из которого и в акуп попадали эти загрязняющие вещества. На расстоянии 2,5 километра выше по течению реки мы обнаружили, что источником загрязнения является Тырновский молочный комбинат, при обследовании очистных сооружений которого было обнаружено, что очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. При этом очистные сооружения на этом производстве есть, и они функционируют. Но, по словам прокурора, в замкнутом режиме. То есть отходы через них не проходят, а поступают сразу за пределы комбината. Это вода, которая стихает с цехов, и она напрямую поступает сейчас за территорию завода, минуя очистные сооружения. Сгорел насос. Такой ответ на вопрос, почему очистные сооружения не работают. Но, несмотря на отговорки сотрудников молокозавода, на этих кадрах видно, что от входа комбинат сбрасывает таким образом уже давно. Имеются множественные следы излива, свидетельствующие о том, что загрязнение происходит уже длительный период времени. Ручей загрязнялся, и в реке Ака. По результатам проб также будет оценена существенность вреда, причиненного различным компонентам природной среды. Это и вода, это и донные отложения, как вода в ручье, так и в оке. И после этого, соответственно, будут приняты также соответствующие меры прокурорского регирования в зависимости от тяжести нанесенного вреда, причиненного окружающей природной среде. Увеличить грузообороты и улучшить пассажирское сообщение на региональной железной дороге. Во вторник в правительстве подписали документ, предусматривающий сотрудничество в социально-экономической сферах. Для заключения соглашения в Рязань приехал глава РЖД Олег Белозеров. Президент компании РЖД осмотрел и предложил благоустроить площадь Рязани 2-й. В планах поменять асфальт у вокзала и на дороге до Первомайского проспекта, а также сделать платную парковку. Мы работаем по индивидуальным документам именно с регионами и стараемся в документах отразить четко принципы нашего взаимодействия. Во-первых, мы увеличили очень серьезно объем нашей работы на территории Рязанской области. Мы находим практически по всем вопросам поддержку. РЖД планирует инвестировать более 1 миллиарда рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры, а также технологии и техники. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Широкий общественный резонанс вызвала замену асфальта на улице Молодцова. Два месяца назад дорогу отремонтировали, однако новое покрытие не соответствовало заявленному качеству. Администрация города потребовала заменить негодное полотно. Сейчас улица готова к эксплуатации. Похожая история произошла и на улице Советской армии. О том, как проверили качество проведенных работ, узнала Галина Ершова. На ремонт износившихся и строительство новых дорог в России в 2017 году из федерального бюджета было выделено почти 500 миллиардов рублей. Основную часть потратили на федеральные трассы. Еще более 30 миллиардов пошло на ремонт дорог в регионах. Средства распределили с учетом численности населения. Рязанская и Владимирская области оказались очень похожи. Их население около 1 миллиона 300 тысяч человек. Поэтому финансирование на ремонт дорог из федерального бюджета выделили одинаковое. Однако территория нашей области в полтора раза протяженнее, чем Владимирской. А значит и дорожного полотна у нас в два раза больше. В связи с этим администрация города пошла на ужесточение контроля за ремонтом дорог. И требует пятилетней гарантии от подрядчиков. Сейчас дорога не может быть принята, пока она не предоставит данные лабораторных испытаний. При этом не только в лаборатории «Газпромнефть», где мы сейчас находимся. Также в лаборатории Министерства транспорта автомобильных дорог Рязанской области. Где показывается соответствие зернового состава заявленному. Показывается, подтверждается наличие полимер вяжущих элементов. И соответственно ее плотность. Крен – это небольшой кусочек асфальта, вырезанный непосредственно из готовой дороги. Наш образец взяли 17 августа с улицы Советской армии, где недавно подошла к концу переделка дорожного полотна. После первого ремонта асфальт на улице не соответствовал заявленным техническим характеристикам. В следующем году мы могли получить уже разрушение на данном участке. Пришлось бы возиться с гарантией, приглашать подрядчика. Лучше сразу в процессе работы мы этот вопрос подкорректировали. С обновленной дороги вновь взяли пробы. Испытания проводятся в научно-исследовательском центре «Газпромнефть» битумные материалы на базе рязанского актива компании. Их лаборатория стала лучшей по комплектации оборудования и квалификации персонала на территории России. Она сотрудничает со множеством областей. Среди них Камчатка, Сахалин, Омск, Центральный федеральный округ и, конечно, Рязань. Отобранный керн с покрытием мы расплавляем в сушильном шкафу при температуре 175 градусов и получаем на выходе уже асфальтобетонную смесь в разуплотненном состоянии. Далее смесь остывает при комнатной температуре до 60 градусов и помещается в асфальтоанализатор. Весь процесс автоматизирован полностью, то есть участие оператора, инженера, лаборанта здесь минимально. И человеческий фактор, который может повлиять на какие-то ошибки, он совершенно исключен. Проверка качества асфальта похожа на составление рецепта. По готовому продукту нужно понять исходные компоненты и их соотношение. Путем промывки смесь делят на составляющие – минеральный материал и вяжущий компонент. Каждый из них будет тестироваться отдельно. Крупные породы просеивают на ситах, отделяя песок от щебня. Это основа рецепта. Скреплять его должен полимерно-битумный вяжущий. Наличие его частиц проверяют с помощью электронного микроскопа. Они должны быть мелкими, очень такими, однородно расположенным по всему экрану, как бы по всей картинке. Сплошность должна быть достаточно такая густая. Это идеальная структура полимерно-битумного вяжущего. Новое полотно на улицах Молодцова и Советской Армии соответствует установленным стандартам. Полный цикл проверки занял 10 часов непрерывной работы. А документы подрядчик сможет получить в течение двух дней. Без подобной проверки сейчас в Рязани не может быть принята в эксплуатацию ни одна дорога региона. Результат для жителей будет очевиден. Я надеюсь, в года, в ближайшие 4-5 лет, с теми дорогами, которые делаются в этом году, мы не должны наблюдать каких-либо проблем. На местах контролируют качество покрытия сразу три организации. Это управление благоустройством города, специалисты дирекции по благоустройству города, а также приезжают федеральные эксперты. Если они обнаруживают дефекты, то подрядчик должен будет устранить их за свой счет. Поэтому администрация города работает только с крупными организациями, способными нести ответственность за свою работу. Одним из них стала группа компаний «Велком». Улицу Вторую линию они построили в 2010 году. Для изготовления верхнего слоя здесь впервые в Рязани был применен асфальт шима. Он особо устойчив к стиранию за счет большой доли содержания высококачественного щебня – гранита. На ней сейчас только возникают первые следы разрушения верхнего слоя. Это семилетний срок. И небольшими ремонтными усилиями можно продлить срок эксплуатации еще на 3-5 лет минимум. Таким образом, верхний слой покрытия прослужит 12 лет, вплоть до следующего капитального ремонта. Участок дороги от перекрестка второй линии до улицы Дзержинского был отремонтирован компанией в 2013 году. А от второй линии к манежу «Юность» дорогу в 2015-м сделал другой подрядчик. Разница видна невооруженным глазом. Это оказалось возможно благодаря использованию в асфальтобетонной смеси двух видов добавок, привезенных из Германии. Их порекомендовал технолог компании Фридрих Мюллер. Немцы используют их при ремонте всех видов дорог. Одна добавка делает битум лучше, и вторая добавка делает битум одинаково, как полимерный битум. Эластический, и лучше для зимы, и лучше для времени, лучше сабильнее. Прижилась новая технология и на Рязанской земле. Она зарекомендовала себя при строительстве северного обхода – участка дороги от путепровода до путепровода. За четыре года здесь не обнаружено признаков ускоренного старения асфальта. Эту же технологию применят и на других нагруженных трассах города. Начали выполнять ремонт дороги по улице Кубежской шоссе. И там вот эти два вида добавок также будут применены при изготовлении асфальта. Традиционный ремонт дороги будет проходить преимущественно в ночное время суток, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать дискомфорта для жителей города. А благодаря высоким требованиям к качеству работ и используемых материалов, граждане могут быть уверены, что повторный ремонт на этом участке пройдет лишь через десяток лет. Несмотря на неустойчивую погоду, жатва в Рязанской области в полном разгаре. А первые итоги уборки зерновых показали, что амбициозные планы, озвученные в конце весны, аграрии выполнили. Рязанские хлеборобы намолотили более миллиона тонн зерна. Уборка зерновых прошла экватор. Собрано более миллиона тонн урожая. На 21 августа в области зерновые культуры обмолочены на площади более 260 тысяч гектаров. А это 45% плана всей уборки. При этом намолочен 1 миллион 71 тысяча тонн зерна. При средней урожайности в 41 центнер с гектара. Сейчас в жатве участвует хозяйство всех районов области. В уборке задействованы около полутора тысяч комбайнов. Мы как бы вошли в самую активную фазу уборки зерновых. Сегодня мы перешагнули как бы миллионный рубеж. Так что темпы уборки у нас где-то ежедневные. Это порядка 30 тысяч гектар убирается. И более 100 тысяч тонн на молот в сутки. Единственное, что сейчас держит у нас темпы уборки то, что уже погодные условия как бы начинают. Роса выпадает и утренние часы начинают где-то в 9-10, пока не сойдет роса. Ну и вечерние часы тоже, когда в те дни, которые росы нет, еще где-то до 9-10, от сил до 11 часов. Наибольшей площади убраны аграриями в Петелинском районе. А по валовому сбору в топе Сараевский район. По урожайности зерновых в лидерах Рязанский, Александр Невский, Старожиловский, Сараевский и Сапожковский районы. Также в области собирают урожай гороха и картофеля. Кинотеатр «Октябрь» готовится удивить рязанцев. 1 сентября он встретит гостей в новом оформлении. Начнут работу кинокафе и обновленные танцевальные классы. Однако до конца проект под названием «Октябрь. Перезагрузка» будет реализован лишь через несколько лет. О том, как сейчас выглядит кинотеатр и что мы увидим совсем скоро, знает Галина Ершова. Фильмы на бобинах можно увидеть только здесь, в кинотеатре «Октябрь». Люди издания сохраняют особую романтику, создают портал в другую эпоху. Однако старое помещение нуждается в ремонте. Поэтому в этом году стартовал проект «Октябрь. Перезагрузка». Его предложили рязанские энтузиасты, а доработали опытные архитекторы. Что самое главное в этом проекте, это то, что проект предлагает, в общем-то, уже все существующее взять за основу. Он даже чисто внешне предлагает сохранить вот эту архитектурную особенность. Она называется постсоветский конструктивизм. Поэтому вот здесь глобальных каких-то перестроек, сноса колонн, расширения пространства, ничего не предусмотрено. Мы меняем цветовую гамму фойе. Гости встречают новые кассы, готовятся к открытию обновленный гардероб. Сейчас он на стадии реконструкции. 27 августа, в День российского кино, заработает кинокафе, которое было утеряно уже более 10 лет. Закуплена мебель, будут созданы три арт-зоны. Слева расположится композиция в стиле черно-белого кино эпохи Чарли Чаплина. На входе будет встречать надпись «Я люблю октябрь». А огромную стену украсит калаш из постеров детских и взрослых советских и современных фильмов. Мы рады, что в сознании поменялось отношение к октябрю, но все-таки это требует значительных финансовых вложений в октябрь для того, чтобы сделать действительно досуговый современный центр. Преображение затронуло и два хореографических класса. Их освежили, расписали стены и сделали стеллажи для костюмов. Ведь здесь занимается детский танцевальный коллектив «Акварель». Юные девушки уже завоевали не один десяток наград на всероссийских и международных конкурсах. Танцевальный зал, где проходят дискотеки и балы, тоже значительно преобразится. Мы расширяем там пространство. Мы сейчас там ремонтируем паркетное покрытие. Мы уберем вот эту огромную сцену. Она была нужна в 90-е годы, сейчас уже не востребована. И, соответственно, мы поменяем стеновой декор. Появится и зона для многочисленных кубков и дипломов. На сегодняшний день в центре работают 20 кружков, но их число будет расширяться. Уже запущены новые проекты «Артстарт», где зрители увидели уже шесть концертов лучших рязанских исполнителей. В течение года гостей ждут на киноквесты и экскурсии в «Святая святых» аппаратную кинорежиссера. На базе кинотеатра заработает и детская киностудия. Мы хотим свою детскую киностудию здесь создать для того, чтобы иметь видеоархив своих собственных праздников, которые проходят в Октябрьском районе. И, возможно, городу это тоже будет полезно. В этом году для кинотеатра «Октябрь» сделали проект на сметную документацию. Она обошлась в 300 тысяч рублей. Еще столько же потратили на сооружение летней веранды. Также до конца года здание освободится от лишних изношенных элементов. Принято решение о частичном демонтаже. Как раз, вот вы видите, такой балкон, такой, знаете, надстройка, да, у Октября. То есть вот эти конструкции будут демонтированы. И появляется еще дополнительное пространство. И пространство будет такой, знаете, будет интересный вход в КДЦ «Октябрь», чтобы можно было это совмещать как с небольшой сценой. Однако не только деньгами можно измерить преображение кинотеатра. Стены, пол, потолок, штукатурить и красить берутся сами работники культурно-досугового центра. Все внебюджетное финансирование от билетов и кружков пошло на ремонт. Жители города также внесли свою лепту. Они помогли купить краску и регулярно приносят цветы. Оночено около миллиона и бюджетных, и внебюджетных средств, но я думаю, что их окончательную сумму озвучить очень сложно, потому что это проект не на час, не на день, не на год, а он такой поэтапный. Дорогу осилит идущий, мы ступили на этот путь и будем двигаться в этом направлении, пока не достигнем своего финала. На 2018 год запланирован ремонт фасада и переделка подсобных помещений. Особым сюрпризом станет современный конференц-зал, но его проект держит в строжайшем секрете. Кинозал пока останется без изменений из-за сложностей с акустикой. Стоит отметить, что кинотеатр «Октябрь» не закрывается на ремонт. Он живет и ждет новых гостей. Оказаться в трудной ситуации может каждый. Год назад Ольга Жучкова, мама двоих детей и воспитатель с 20-летним опытом работы, узнала о своем диагнозе – меланома. Было сделано несколько операций, а сейчас женщине нужно около 3 миллионов рублей на лекарства, чтобы продолжать жить дальше. Встретив Ольгу на улице, никогда не подумаешь, что с ней случилась трагедия. Улыбчивая жизнерадостная девушка, сияющая ослепительной улыбкой, больна меланомой. О болезни она узнала год назад, во время профилактического осмотра. После обследования у нескольких врачей Ольгу Жучкову отправили в онкологию. Оказалось, что обычная родинка на теле переродилась в злокачественную опухоль. От всех она как отличается? Она начинает сочиться, зудить. В общем-то, основные вот эти вот признаки, что она уже, как говорится, необычная родинка. И вот на такие родинки, в принципе, надо обращать внимание. Ну, а мы же, ну, вроде, позудила, почесала, хорошо. Вот, а потом там еще почесала. Ну, и когда врачи сделали широкое сечение, когда уже пришел результат, конечно, он шокировал всех. У Ольги двое детей. Взрослый сын Иван и очаровательная дочка Катя. Из-за того, что мама постоянно в больнице, детям приходится жить у бабушки. Отказаться пришлось и от работы. Более 20 лет Ольга Жучкова работала в детском саду номер 93. Теперь о детском смехе приходится забыть. В Рязани помочь ей не смогли. Поэтому на лечение девушка ездит в Обнинск, в онкологический центр имени Циба. К одному из лучших специалистов России Дмитрию Кудрявцеву. Одна половинка мозга понимает, что, ну, подожди, ну, все болеют, да, все лечатся. А другая половинка мозга понимает, что меланома – это страшная вещь. Что это такая разновидность рака. Что ты умираешь. В каком смысле слова. Сначала операция в Рязани, несколько операций в Обнинске. Тяжелейший восстановительный период. Лечение Ольги проходит по авторской методике Дмитрия Кудрявцева. У нас началась лучевая терапия. Он взял у меня биопсию строжевых лимфоузлов. Пришел результат в одном из строжевых лимфоузлов, уже метастаз. Началась химиотерапия. Химиотерапию прошли полностью. Значит, я их медицинские термины не умею выговаривать. Но ударили метастаз вместе со всей лимфосистемой. Получилось осложнение послеоперационное, тяжелое. Новый год Ольга встретила в кругу семьи. Но радость продлилась недолго. На очередном обследовании врачи вновь нашли метастаз в ее органах. А значит, рак продолжает поражать тело девушки. Мелогамма страшна чем? Не тем, что это маленькая капелюшечная родинка, которую удалили, и все. И бог-то с ней забудь про нее. Она метастазирует человеческие органы. И метастазирует с очень молниеносным прогрессом. То есть поражается печень, легкий мозг, кости. Сейчас болезнь Ольги опережает лечение. Состояние не удается взять под контроль, стабилизировать. На помощь должны прийти новейшие препаратки труда. Необходимо провести 12 курсов. Перерыв между ними составляет 21 день. Два из них Ольга уже прошла. Чтобы закончить лечение, ей нужна сумма в 2 миллиона 940 тысяч. Ну, конечно, принимать для каждой семьи отказаться от какой-то суммы тяжело. Сейчас соберусь. Собрать нужную сумму самостоятельно ее семье сложно. Поэтому на помощь пришел благотворительный фонд для взрослых онкобольных «Я остаюсь». Сейчас объявлен сбор средств. Принять в нем участие и помочь Ольге может каждый. Даже 100 или 10 рублей окажутся серьезной помощью. Просто отправив смс на короткий номер 4647 со словом «Остаюсь». Вы набираете «Остаюсь», неважно, за главными буквами, маленькими буквами. Дальше через пробел сумма, которой вы готовы помочь. Это смс потребует подтверждения определенной процедуры. Вы подтверждаете свой благотворительный взнос. Еще раз могу повторить. 4647 со словом «Остаюсь» и через пробел сумму, которой вы хотите помочь. Сбор для Ольги Жучковой. Если вы хотите пообщаться с Ольгой лично, то можете позвонить в фонд «Я остаюсь», где вам организуют встречу. И помните, что благотворительные фонды работают максимально открыто. Их проверяют сразу три государственные организации. Это Министерство юстиции, налоговые службы, Союз благотворительных организаций. Поэтому вы можете быть уверены, что ваша помощь точно пойдет на благое дело. И на этом у меня все. Я напомню, что новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Редактор субтитров А.Семкин.